Здравствуйте! Сегодня продолжим следить за судьбой царя Давида, как она описана во Вторую книге царства, начнем сегодня с восьмой главы. Став царем в Иерусалиме, Давид одерживал одну победу за другой над соседними народами и приносил Богу жертвы из драгоценных трофеев. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Это восьмой главе. Вражду при этом Давид заказывает беспощадно. Он разгромил аммонитян, которые не поверили его доброму намерению и унизили израильских послов. Покорил их союзников-сирийцев. И это было торжество божьего промысла об Израиле, в котором Давид был так уверен. Но Давид был страшно неправ, когда не мог победить свою собственную страстность. Всем известна история его похищения, похищения им Версавии, жены Урии, военачальника Давида, верного полководцем. При этом преданность Богу не оградила Давида от такого внутреннего падения, от этого коварства по отношению к человеку, к Урии. Господу – это было отвратительно, как сказано в книге. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Через пророка Нафана Господь обличает Давида. Ну, мы помним эту притчу, которую Нафан пришёл и, так сказать, изложил Давиду о коварном богаче, который украл единственную новичку у своего соседа. И в ней узнал Давид себя и кается. Господь же, обличая Давида, не отвергает его окончательно. Сказано так. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, Господь снял из тебя грех твой, ты не умрёшь. Далее говорится о смерти ребёнка, который родился после этого у Версавии. Рассказ драматичен. Давид тяжёл в горе, он сознаёт свой грех, что он виновник смерти этого младенца. Он молится, распростершись перед Богом. А когда получил известие о смерти ребёнка, он встал и как будто утешился. Вернее, он прекратил свой пост и плач. Этим выразилось, что Давид принял наказание, постанное Богом. Принял его безропотно. Дескать, так должно быть. Но вскоре Господь даёт утешение Версавии, она рождает другого сына и нарекла ему имя Соломон, то есть мирный. Он стал десятым сыном Давида. Господь возлюбил его, как сказано в 12 главе книги царств. И пророк Нафан назвал его Эдидия, возлюбленный Богом. Это заветное писание не избегает прославить кровавое мщение, если оно совершается ради утверждения на земле избранного народа. Так было прежде, так и царство Недавида. 12 глава говорит о истреблении аммонитян, постоянных противников Израиля. Пророчество Нафана о том, что зло воздвигнется на Давида, в доме его сбылось. Об этом говорит 13 глава. Аммон обесчестил и выгнал Фомарь. Аммон – один из сыновей Давида. Афомарь – сестра Авесолома. Другого сына. Тот мстит за неё, Авесолома. И Аммон убегает из дома Давида, но возвращается, потому что Давид отказался преследовать сына, чтобы не ослабевало израильское царство. То есть Авесолом убегает, но Давид не преследовал его. Между тем Авесолом стал очень авторитетен в Израиле. Он был горителив, самолюбив и красив. Он задумал отнять царство у отца. Так что Давиду пришлось бежать от преследований, от этого покушения, так сказать, Авесолома. При этом он мог взять с собой ковчег, как, так сказать, залог своей безопасности и божественной защиты. Но он этого не делает. Он велел возвратить ковчег в Иерусалим. И сказал царь священнику Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне верить его, то есть ковчег, и жилище его, то есть скиню. А если он скажет так, нет моего благословения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно. Действительно, присутствие ковчега знаменует попечение Божие у народа. Но сам по себе человек, хотя бы и царь, не может претендовать на личное обладание ковчегом. Давид сознаёт себя грешным пред Господом и смиряется в уничижении и при поношении, и при восстании против него собственного сына. Господь, не попуская Давиду погибнуть от рук воинов Авессалома, собирает верных ему людей и побеждает предателей и израильтян, однако велит не губить Авессалома. Давиды не послушались, и пришлось Давиду оплакивать Авессалома, то есть претерпеть новую скорбь. Народ возвратил Давида как царя над собою, и при этом случился такой эпизод. Некто Семей злословил царя, когда царь был в уничижении и бежал от Авессалома. И вот он, этот Семей, при возвращении Давида на своё законное место, припал к ногам Давида и каялся перед ним. Люди советовали Давиду умертвить его, но Давид сказал, «Ныне ли умертвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею, «Ты не умрёшь!» И поклялся ему царь. Ну, так и было при жизни Давида. Давид знает, что призвание царя – это попечение о народе, не просто об этом конкретном человеке, о царе, а попечение о народе Божьем. И помазывает Господь царя, чтобы не губить, а пасти народ свой. Между тем, народ не мог хранить единство, ведь, к конечному счёту, ни один царь только может сохранить ту истинную правду о народе, какую задумывает Господь. Сам народ должен быть участником своей судьбы, он же плохой участник. Между иудеями, израильтянами, то есть южным и северным царством, началась расприя, и повторились прежде бывшие междоусобицы. В конечном счёте, израильтяне, то есть северное царство, отделилось от Давида по подстрекательству некоего Савея. Верные Давиды люди преследовали предателя Савея и были удержаны от того, чтобы разрушить город израильский, город Авель-бен-Мах. Это город, который есть в наследии Божьем. Их удержали слова мудрой женщины, которая напомнила о том, что город этот посвящён Богу. Однако продолжались кровавые стычки с врагами народа, то есть с элистимленными. И сильные из числа противников Давида погибали при этом один за другим. Благодарственная песнь Давида «Господь твердыня моя и крепость моя, и Господь избавитель мой» – это 17-й псалом. Этот текст содержится в 22-й главе 2-й книги царства. Читая повествование о Давиде в 1-й, во 2-й книге царства, мы, конечно, всё время можем припомнить один другой псалом, которые возникли в живых переживаниях каких-то событий, и которые выявляют, псалмы, то есть выявляют истинную суть какого-то исторического эпизода. 23-я глава этой книги царства передаёт последние слова Давида, то есть его песни хвалы, и начинается она так. Вот последние слова Давида, изреченные помазанником Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Вот это «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Тут мы узнаём и те слова, которые потом прозвучат из уст пророка Исаии, которые слова пророка Исаии прочтёт Иисус Христос в Назаретской синагоге, как об этом рассказывает апостол Лука в Евангелии. Верно, что Ветхий Завет – это введение в Новый Завет, и жизнь царя Давида, более других событий, истории Израиля указывает на это. Но, однако, как всякий человек, Давид не остался совершенно чист пред Богом и пред смертью своей. Его последнее тяжкое заблуждение – это перепись народа. Этого делать не следовало, потому что пересчитывать может только то, что тебе лично принадлежит. Ну, как, скажем, совершал в своё время перепись римский император, как мы знаем потом, при каковой переписи произошло рождение Христа Спасителя Вифлеем. Народ же израильский принадлежит Богу и дело царя пересчитывает Божье. Такие деяния применимы, допустимы только язычникам. Давиду за это нечестие пришлось выбирать из трёх наказаний, которые ему продиктовал Господь. И народ, в результате, постигла моровая язва. Так что умерло, как сказано в книге, 70 тысяч человек. Вторая книга «Царств» кончается описанием жертвоприношения, которое принёс Давид в умилостивление Господа, и тогда прекратилось это поражение моровой язвы Израиля. Следующая, третья книга «Царств» говорит о смерти Давида и о помазании на царство царя Соломона. Приступим к этому в следующей беседе. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok